Сегодня счастливая возможность такая. Вы знаете, что была у нас конференция, и сюда приезжало много очень интересных людей. Ученые разных окрасных знаний. И приезжали художники, приезжали музыканты и много-много всяких интересных людей. И у нас все это дело. Не надо сейчас трогать здесь ничего. Мне нужно работать, мне нужно больше. Ну, зачем так делать здесь? Ну, забирай, забирай. У многих этих интересных людей к нам приехал легендарный человек. Человек, который около 40 лет в Союзе композиторов России вела специальный такой детский клуб, детский и юношеский клуб любителей музыки. И вот, представляете себе, 40 лет вести такую передачу, которая записывалась и на телевидении, и радио. Приезжали дети со всех концов Советского Союза, ну, в основном москвичи. И через эти передачи, через эти выступления в этом клубе прошли все основные композиторы, ведущие композиторы и музыканты в Советском Союзе. Вот. Поэтому есть что вспомнить, есть что рассказать. Дальше. У нас в Союзе композиторов России был такой фестиваль. Композиторы России детям. Этот фестиваль охватывал практически все республики бывшего Советского Союза. Но основное, конечно, оно в России проходило. В России такая огромная, что едва хватало возможности всем нашим композиторам, поэтам, художникам, певцам, музыкантам охватить хотя бы какую-то часть. Ну, планомерно за многие годы, конечно же, композиторы, поэты, художники, исполнители, они побывали во всех регионах России. И вот Татьяна Георгиевна Смирнова, профессор Московской государственной консерватории. Человек, который, помимо того, что она замечательная пианистка, ученица многих известных пианистов. Она сейчас все расскажет, да. И еще она и композитор, сочиняет музыку, и музыку в том числе и для начального обучения, игре на музыкальных инструментах. И человек еще интересный тем, что этот человек прошла всю блокаду Ленинграда. Всю блокаду Ленинграда. Представляете, человек такой уникальный. Вот, и сейчас она до сих пор в строю. Она воспитывает студентов Московской консерватории. Очень много встречается с детьми. Дает мастер-классы и концерты. У нее есть своя школа. И вот она у нас сделала замечательный доклад. Встречалась с членами конференции, с участниками конференции. И сейчас вот она встречается с вами. Вот, Татьяна Георгиевна Смирнова. Спасибо. Спасибо. Вот можно, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, ну вот видите, неожиданно, я подчеркиваю, неожиданно, я увидела вас и таких прекрасных, интересных, маленьких, но и тех, кто стремится познать многое. Я была ориентирована на то, что в этом зале сегодня собираются педагоги, которые получают вас. Поэтому это немножко иная встреча получается. Я, как бы, должна перестроиться на другой тип встречи. Микрофон плохо работает. А плохо? Плохо мне слышно. Фонит. Хорошо. Нормально, да? Ну, замечательно. Тогда я сяду к своему большому другу, так я всегда называю рояль. Любимый инструмент, с которым я разговариваю. Звучиваю. Потому что вот этот инструмент, рояль, в отличие от многих инструментов, других, может все. Почему я так говорю? Огромные, знаете, есть огромные партитуры музыкальные, которые композитор пишет для разных инструментов и для оркестров. Вы когда-нибудь видели такую партитуру? Видели, да? Замечательно. Так вот, партитура вмещает каждый голос на отдельные строчки. И таких голосов бывает более 50. Представляете себе, композитор дописывает каждую строчку на отдельные мысли, музыкальные строчки. Из этого складывается то, что потом звучит в оркестре. Такие партитуры и для симфонических оркестров, и для оркестров русских народных инструментов, и для духовых оркестров, это сложнейшая, ну, я бы так сказала, математика, которую изучает каждый, кто прикасается к музыке. Потому что это тоже система записи. Но вот я хочу сказать, что если одну, две строчки будет звучать, то это будет не партитура. Потому что будет только часть, фрагмент партитуры. И это надо каждому музыканту создавать, это партитура. И все вместе сообщать, чтобы тогда не звучать то, что написал композитор. А для рояля пишется две-три строчки. Иногда бывает четыре строчки, если это сложная фактура. Но рояль, в отличие от оркестров, может изобразить любой инструмент, любой тембор, любой, как говорится, любую краску. И как говорит генеральный лист, вы слышали такое имя? Наверное, да, это религий лимугиевский композитор и пианист. И он говорит, что рояль может все. Реяль удивительный инструмент. И когда ты прикасаешься к этому инструменту, звучит тут и оркестр, звучит и ансамбль. То есть это все возможно под руками музыканта, который прикасается к этому инструменту. И поэтому все те, которые учатся в музыке, они относятся благоговида к таким инструментам. Пронятно, с которым можно, через которым можно передать любое состояние, из которого можно говорить. Ну вот, Московская консерватория. Кто знает, вернее, сколько ей лет? Вот, может быть, кто-то не ответит на этот вопрос. Давно ли она существует? Та самая консерватория, которой так гордится наша страна, не только в России, но и в мире она. Очень значимая. Сколько лет, как вы думаете? Ну, да, смелее, смелее. Ну, много лет, да, правильно. Так вот, в прошлом году мы отметили 150 лет со дня ее основания. 150 лет с Московской консерватории. И основали Московскую консерваторию два брата практически одного пяти лета в Санкт-Петербурге, Ленинградская консерватория, она раньше называлась, сейчас Санкт-Петербургская, и Московская консерватория, это Антон Григорьевич Рубенштейн, а в Петербургскую Николай Григорьевич Рубенштейн брат Антона Григорьевича. Вот это два мощных создателя такого замечательного учебного заведения. Вот на консерваторию ведь надо дойти, вот маленькие обучаются, где? Музыкальная школа, студия, да? А возрослее, музыкальный колледж, это сейчас называется колледж, это же училище называлось, музыкальное училище. И только потом, после этого, консерватория, в который приходят уже подготовленные ребята. Вот три стадии. Надо учиться долго. Это очень трудно, но очень прекрасно, когда человек овладевает инструментом и может через него говориться. Это очень интересно. И так вот я и училась в московской школе музыкальной, при консерватории, музыкальном училище, тоже при консерватории, которая называлась Мерзляковская, потому что располагалась в Мерзляковской переулке в Москве. И потом Московская консерватория. Но мне повезло, потому что все три учебные заведения, они чрезвычайно богаты традициями, богаты тем, кто там преподавал. А вот в те годы, когда я училась в Московской консерватории, преподавали великие музыканты. Это звездное имя, потому что от него, как лучики, пошли его ученики, которые потом все мастерство, все знания Генрия Густавовича передавали следующим поколениям. И вот представляете, по коридору Московской консерватории мы могли видеть Нейгауза, Вольденвейзера, это вот такие имена совершенно замечательные, Флера, Якова Флера. Это опять вся звездность консерватории в этих именах. А по той же консерваторной коридору в это время ходили великие профессора-композиторы, которые обучали еще одной очень интереснейшей специальности, умению создавать произведения музыкального. Ну кого можно назвать? Кто к вам приходит в голову сейчас? Какие имена? Например, Битхорния, 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 Битхорния это много раньше было. Нет, ну это, да, это, так говорится, Венская школа. Нет, а вот Московская школа, да, ну, конечно, Петр Ильич Яковский, да. Вот он преподавал Московской консерватории. Сергей Иванович Траниев, Николай Яковлевич Мисковский, какие-то светлые, могучие имена. Сергей Сергеевич Прокофьев, Евгений Кириллович Голдеб, они, имена их выбиты на самой памятной доске Московской консерватории. Золотыми буквами на таком серо-балаком мраморе выбиты их имена. Этими именами гордится Россия. И гордится не только Россия, а во всем мире, они известны. Я назвала только маленькую часть этих именов. И вот они создавали так называемые школы. Свои школы. А вот в Купе, если посмотреть, не просто школы, спасибо большое, да, а именно... Сейчас, я на меня, секундочку. Вызывай, пошла. Возьми вот это. А мне, да, что-то поменялось. Страница Семистрития. Смотрите, посмотрите. Создавали великую русскую музыку. И вот русская мелость, которая славится широтой выразительности своей, основой становился композиции. Создавалась... Спасибо. Создавалась вот это музыкальное действие, музыкальная сокровищница в тех великих природах, которые собрал наш народ. И вот так возникла мысль такая, поскольку я училась и у композиторов, на композиторском факультете, и у пианистов, мои учителя были очень известны. Это был Генри Бустар, это школа, потому что понятие школы это очень широкое понятие. У Генри Бустар ученые гаузы, у пианистов, а школа Мисковского и Евгения Кириловича Головьева, у композиторов. Вот две линии, вот эти сплились, и создался совершенно удивительный клад, мелодий, клад великолепной гармонии, клад русской музыки. И вот это вот замечательное совершенно свойство русской музыки, которая и с одной стороны очень искруна, богата эмоциональными, богата школами, вот этот композитор создается. И тогда, тогда я подумала, а почему не продолжить эту линию, эту традицию? И так возникла у меня моя авторская русская школа игры на фортепиано. Поскольку я всегда благодаря перед этим инструментом прояри, это абсолютно было естественное создание такой школы. А в свое время очень много бывало в экспедициях. У нас вот археологи в экспедиции, вы знаете, что изучают, раскопки делают, для них это очень интересно. А музыканты раскапывают тоже, только они находят великолепные мелодии, созданные когда-то давно и вот недавно, как говорится, это мелодии, которые характеризуют ну, как бы русского человека. И вот такие экспедиции, они все студенты в Роскошной Консерватории очень могут. Наверное, и Евгений Иванович тоже бывал в таких экспедициях. И все мы привозили вот эти роскошные мелодии. русские народные телы, интонации которых и стали основой композиции. И в частности, вот моя школа русская, почему она названа русской школой игры, я только пьяна, потому что знаете, вот эти мелодии как инкрустация. Знаете, что такое инкрустация, да? Ну, представляете себе, мозаика, мозаика, ну, мы видим мозаику, да, на храмах, у вас же вот здесь на храме тоже мозаика. Вот из этих маленьких прогментов создается целая, совершенно бесподобная красота. А композитор иногда вынимает, так говорится, вот эти вот мозаичные зерна, и у них строит свою приводию, свои композиции, гармонии. Это тоже очень интересный процесс. И вот там возникла школа, где часть мелодии, которые я записала когда-то, стали основой зерном пьес музыкального. А часть, конечно, уже абсолютно авторская школа. И, ну, для того, чтобы много не говорить, но все-таки хочется, чтобы звучала музыка, да? А я скажу, что здесь, ну, кто у нас есть немножечко посмелее, я бы пригласила сюда со мной на сцену. Есть такие? Сейчас. Василиса, это ты потом пойдешь. А, инструментальный ансамбль. А вот два человека мне нужны, и самый смелый один, который играет немножко на инструменте на рояле. Кто тут у нас играет? И, девочка, давайте, атактивнее. Заходите, заходите. Кто играет? Сейчас вместе сэнтервизируем. Так. Кто? Кто? Выходи. 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 Евгений Иванович, можно? Еще один инструмент. Кто? Друзья, кто-то в другом играет. Делай здесь. Спасибо. Спасибо. Так. А скажите по мне, в каком ситуации? Спасибо. Спасибо.